На набережной спортивной гавани жителям и гостям Владивостока официально представили еще одну новую и необычную скульптуру тигра. В соревновании приняли участие представители городской администрации, Владивостокского морского торгового порта, фонда Росконгресс и центра Амурский тигр. Мы будем реализовывать эти проекты ежегодно. Давайте посмотрим, кто следующий появится на улицах города. Я думаю, стоит такой символ выбрать. Думаю, этот тигр точно полюбится. И теперь наша задача проводить экологические акции, собирать, ну давайте, наверное, продолжим собирать в том числе металлолом и создавать прекрасные предметы искусства. Ребят талантливых у нас очень много. Какие они будут, решать жителям города. В начале лета текущего года в честь Всемирного дня океанов стартовала экологическая акция «Человек-море-тигр. Искусство». Именно из металлолома, поднятого со дна Амурского залива в рамках акции, и был создан полосатый хищник. Это экологическая акция, в рамках которой мы подняли более пяти тонн металлолома со дна морского. И идея в том, чтобы напомнить жителям о важности сохранения чистоты моря. Часть металлолома из-за коррозии рассыпалась практически сразу, а из того, что осталось, мы сделали статую тигра, причем постарались по максимуму оставить части из воды, чтобы это было очень наглядно. Главным художником проекта создания скульптуры стал Данила Пелит из Архангельска, который спроектировал большое количество арт-объектов, установленных в европейской части России. Специалисты по работе с металлом трудились над изготовлением фигуры уссурийского тигра на протяжении двух месяцев.